Возможно, не знакомы с кодексом Алиментариус, но они знают, что в конце дня этот перерабатывающий завод купит их улов. Рабочие на этом заводе, возможно, не знакомы с кодексом Алиментариус, но они знают, что они должны соблюдать строгие санитарные правила, и что лаборатория, в которой они работают, должна быть полностью оборудована, постоянно следит за их работой. Владельцы завода, возможно, не знакомы с кодексом Алиментариус, но они знают, что могут экспортировать свою рыбу в любую точку мира. Мир. А покупатели этого супермаркета могут не знать кодекса Алиментариус, но они знают, что могут есть эту рыбу безопасно. Кодекс Алиментариус – это просто то невидимое звено в пищевой цепочке, которое помогает обеспечивать доход рыбакам и занятость промышленным работникам. Обеспечивает свободную и справедливую торговлю между странами и гарантирует безопасные продукты питания для потребителей, где бы они ни находились. Две тысячи лет назад это был римский морской порт, куда со всего мира прибывали продукты питания и специи. Торговцы делали все возможное, чтобы доставить их до того, как они испортятся, но их знания о безопасности пищевых продуктов были ограничены. Сегодня наша глобальная цепочка поставок основана на современном сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Это приводит к увеличению производства, удешевлению продуктов питания и появлению новых продуктов и рынков, но также и к новым проблемам. Еда – это чувствительный товар, источник жизни и благополучия, но также и потенциальная угроза. Независимо от того, возникает ли эта угроза в результате использования новых методов производства или патогенов, еда должна быть безопасной. Но как мы можем обеспечить это на глобальном уровне, не создавая ненужных барьеров для торговли? В кодексе Алиментариус есть ответы. Комиссия Кодекса Алиментариус, в которую входят более 20 экспертных комитетов и целевых групп, вмешивается, если возникает проблема безопасности пищевых продуктов или возникает необходимость гармонизации коммерческих стандартов. Опираясь на научные заключения независимых экспертных групп, организованных ФАО и ВОЗ, комиссия устанавливает стандарты на пищевые продукты, руководящие принципы и кодексы использования, которые составляют Кодекс Алиментариус. Приведи в пример норму Кодекса на апельсины. Она содержит полное описание продукта, начиная от цвета, размера и компонентов сока и заканчивая допустимыми или запрещенными дефектами. Но Кодекс охватывает гораздо больше, чем то, что потребители видят на рынке. Эти стандарты применяются на практике, затрагивая как использование пестицидов, так и пищевых добавок и загрязняющих веществ. Гигиену, обращение, упаковку и, наконец, маркировку. Независимо от того, продаются ли фрукты свежими или перерабатываются в сок, стандарты Кодекса гарантируют, что они безопасны и безопасны, хорошего качества. На открытом глобальном форуме под наблюдением Комиссии Кодекса Алиментариус правительства промышленные круги группы потребителей и ученые обсуждают сложные вопросы, чтобы достичь консенсуса в глобальном масштабе. Таким образом, в глобальной дискуссии о пользе видеогенетически модифицированных пищевых продуктов именно Кодекс определил принципы и направления анализа рисков. В прежние времена, когда каждая страна устанавливала свои собственные стандарты на продукты питания, диапазон этих стандартов был настолько широк, что они не соответствовали стандартам. Он мешал торговле. Теперь с принятием Кодекса стандарты унифицированы, а торговля является бесперебойной и безопасной. Развивающиеся страны все чаще могут принимать участие в этом процессе, часто при поддержке целевого фонда Кодекса, который предоставляет финансирование и обучение странам, которые в этом нуждаются. Активное членство в Кодексе помогает развивающимся странам стать конкурентоспособными на сложных мировых рынках и повысить безопасность пищевых продуктов для своего населения. В то же время экспортеры знают, чего требуют импортеры, и последние защищены от грузов, которые не соответствуют стандартам. Это огромная работа и огромное влияние. Международная торговля продуктами питания составляет 200 миллиардов долларов в год, и миллиарды тонн этих продуктов производятся, продаются и транспортируются. Ставки являются ключевыми, если мы хотим защитить здоровье потребителей и гарантировать справедливую деловую практику в этом секторе. На обоих этих фронтах Кодекс имеет первостепенное значение.